Глава 6, стихи 25-26 и с 28-го по 32-й. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Слова Христа «не заботьтесь» по-гречески «миморимнате» означают не «ничего не делайте», а «не терзайтесь душой». Не отдавайте все силы на заботу об этом. Не беспокойтесь сверхнеобходимого о земных нуждах, как это делают язычники-материалисты, не знающие Бога. Они указывают на то, что должно быть главным в жизни человека, и призывают не переживать по поводу житейских проблем, ибо Господь никого и ничто не оставляет без своей помощи. О том, как нужно верующему соотносить внешние труды и подвиги с духовными, мудро сказал святитель Игнатий. Оставление телесных подвигов соделывает человеков подобными скотам, давая свободу и простор телесным страстям. Излишество их делает человеков подобными бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей. Преподобный Пимен Великий поэтому подчеркивал, мы учились умерщвлять не тело, а страсти. Проблема заботы существует и в отношении церковной деятельности. Увлечение проблемами земной жизни общества неминуемо приводит поместную церковь к омерщению и утрате ею единственной цели своего существования – исцеление души человеческой от губительных страстей. Яркий пример такой деградации – Римская церковь, которая была первой в православии, но перестала, по уверению святых отцов, вообще быть церковью. И хотя Христос предупредил, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить, не можете служить Богу и мамоне». В настоящее время омерщение христианства широким потоком охватило не только Запад, но и православные церкви. Об этой беде в XIX веке писал Алексей Степанович Хомяков. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей». Федор Михайлович Достоевский в повести о Великом Инквизиторе прекрасно показал, какому отступлению от Христа привело омерщение католицизма, естественно, и протестантизма. Но по духовному закону «Дух творит себе формы» омерщение по местной церкви приводит не только к внутренней ее деградации, но и внешнему ее разрушению, а с ней — и к трагедии всего народа. Об этом наглядно свидетельствуют как многие трагические события на Западе, так и катастрофа в России 1917 года. Глава 6, стих 33. «Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Эти слова Христовы указывают на основной закон духовной жизни человека. Под Царством Божиим и правдой Его здесь подразумеваются, конечно, не райские наслаждения, но прежде всего искание истины и святости жизни. Для одних это решение вопроса о Боге, есть он или нет. Для других — какая религия истинна. Для уверовавшего в Евангелие, в какой христианской конфессии находится верное его понимание. Для православного — в чем заключается правильная духовная жизнь. Такому ищущему, соответственно, степени его духовного стремления откроется Бог и даст все необходимое для жизни. Апостол Павел говорит, «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Бесчисленное множество фактов свидетельствует об этом. Имена таких людей, как, например, святитель Игнатий Брянчанинов, Федор Михайлович Достоевский, игумен Никон Воробьев, иеромонах Серафим Роуз и множество других, искавших истину и нашедших Бога и Христа, подтверждают эти слова Христовы. Игумен Никон писал, «Ищи Царство Божие и правды Его, и по слову непреложному самого Господа, слову более твердому, чем небо и земля, приложится и все необходимое в материальной жизни. Хотя и испытывает Господь рабов своих, но и следит за всем, за духовными и за телесными нуждами, и все подает в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей ловкости, силе, умению и прочему. «Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили Его». Глава 6, стих 34. Довольно для каждого дня своей заботы. Христос призывает не мечтать и не переживать о том, что будет завтра, ибо Его может и не быть. Должно жить по воле Божией, то есть разумно, а не по влечению чувств, по совести евангельских заповедей, а не просто по десяти заповедям Моисея, или тем более по так называемым общечеловеческим нравственным нормам. И Господь никогда не оставит такого человека. Апостол Павел писал, «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям».